В нашем городе одна стройка сменяет другую. Порой кажется, что строительство не прекращается вовсе. Но обычные жители часто не знают, на какой земле располагается их дом или офис, и что за историю она хранит в себе. Правда, иногда кажется, что не знают этого и сами строители. Например, место, где возводят новое здание Рязанского историческо-архитектурного музея-заповедника. Сейчас к нему подводят необходимые коммуникации, углубленные в грунт. Но именно этой траншеей был уничтожен археологический культурный слой 12-19 веков. Ранее на этом месте проводились раскопки Институтом археологии Российской академии наук. В 2015-2016 годах были сделаны очень интересные находки, ряд которых для истории города Рязани вообще сенсационный. Но, к сожалению, вот эти работы по прокладыванию траншей, которые осуществлены здесь всего несколько дней назад, в пятницу, 7 апреля, полностью уничтожили археологически ценный культурный слой на площади около 100 квадратных метров. Историческая ценность участка улицы Семинарской, улицы Соборной, где мы сейчас с вами стоим, она огромна. И доказывать здесь что-либо было бы вообще излишним. Согласно федеральному закону номер 73 ФЗ, перед земляными работами в границах объекта археологического исследования проводится историко-культурная экспертиза. После этого принимаются необходимые меры по сохранению участка, который может быть поврежден или уничтожен. Перед строительством здания музея такая экспертиза проводилась. Во время ее проведения археологами были найдены артефакты, поражающие воображение. Например, фрагмент сирийского кубка с необычной росписью, а также множество предметов быта. Траншея же была положена без необходимых согласований. Хорошо видно, что стенки строительной траншеи фиксируют стратеграфию, то есть вертикальный след с последовательностью слоев. Верхний слой примерно 60-70 сантиметров. Это на пластовании 20 века. В археологическом плане они мало интересны. Но ниже располагается темный, однородный культурный слой как раз эпохи средневековья, нового времени. В нем нет включений пластика, нет фрагментов асфальта или кирпича. Этот слой достаточно древний. Именно он интересен для археологического изучения. Сейчас вся эта земля вывезена на строительную площадку и разровнена бульдозером. Поэтому определить последовательность слоев, глубину залегания остатков жилищ и предметов быта невозможно. Допустим, на той территории, которую мы сейчас с вами видим, на площади 100 квадратных метров, находились сохранившиеся культурные слои, археологические предметы, последовательность залегания которых могла бы очень много рассказать о характере заселения на данной территории, характере ее хозяйственного освоения на разных этапах. К сожалению, сейчас мы эту возможность утратили. Учитывая крайнюю скудность письменности по истории Переславля-Рязанского, любые археологические исследования на территории Рязани могут стать, если не сенсацией, то нести в себе важную историческую информацию. Сейчас часть исторического пласта утеряна навсегда. Теперь мы ждем комментариев от начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Продолжение следует...